В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос. Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись. Толпа заволновалась, двинулась назад в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал. Третий раз честью просят. Кто это говорит? Есау. Товарищи, товарищи, не расходитесь, послышался взволнованный голос. Иззади Ивана Ильича на гору чугунного лома вскочил бледный возбужденный человек в большой шляпе с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле. Товарищи, ни в коем случае не расходиться, зычно заговорил он, протянув руки с сожжатыми кулаками. Нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку. В правительстве паника. Браво! Завопил чей-то иступленный голос. Толпа загудела. Оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как переулку подбегали люди. Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко у ворот. Несколько раз до слуха долетала революция, революция. Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно радостным возбуждением. Взобравшись на чугунный лом, он оглядывал огромную теперь толпу и вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина. Он был в очках, в кепке с большим козырьком и в черной накидке. К нему протиснулся господин с дрожащими губами в котелке. Телегин слышал, как он сказал Акундину. «Идите, Иван Авакумович, вас ждут». «Я не приду», – коротко зло ответил Акундин. «Собрался весь комитет. Без вас Иван Авакумович не хотят принимать решения. Я остаюсь при особом мнении. Это известно». «Вы с ума сошли. Вы видите, что делаете. Я вам говорю, с минуты на минуту начнется расстрел. У господина в котелке запрыгали губы». «Во-первых, не кричите», – проговорил Акундин. «Ступайте и выносите. Компромиссное решение. Я в провокации не участвую». «Черт знает, черт знает, сумасшествие какое-то», – проговорил господин в котелке и протискался в толпу. К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской Телегина. Акундин что-то сказал ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое, короткая фраза, кивок головы, произошло с другим рабочим. Но в то же время в толпе предостерегающие закричали, и вдруг раздалось три коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина. И приглушенный голос точно по-нарочному затянул. Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком с подокнутыми к животу коленями казак. И сейчас же пошел крик по всему народу «Не надо, не надо!» – это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные винтовочные выстрелы. Один-два и залп. И, мягко осев на колени, повалился на взничь Орешников. Через неделю было окончено расследование происшествия на заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех наговорил резкости администрации и подписал отставку. Редактор субтитров А.Семкин